Испанские артисты вышли на сцену гугольного театра. Хусе Антонио Пухадес и Джульетта Гаскон показали рязанскому зрителю, что такое пластический спектакль. За 50 минут не прозвучало ни единого слова, а действие не прерывалось ни на секунду. На языке тела актеры рассказали историю, полную слез и радости. Спектакль наполнен десятком пластических этюдов, небольших зарисовок с разными предметами. В руках актеров то обычная шляпа, то маленький шарик превращается в настоящее существо со своими привычками и характером. Артисты признаются, что им самим больше всего нравятся два образа. Это быстрое движение в начале и танец с маской. Мы глубоко прочувствовали внутри этот номер, потому что очень много в мире людей, которые носят различные маски. Интересно, что пять лет назад Хосе Антонио Пухадес был обычным официантом. На 13 сентября 2012 года он впервые выступил на сцене одного из местных театров. С этого момента началась его актерская карьера. Правда, сам молодой человек актером себя не называет. Слишком много техник сочетаются в его работе. Все эти вещи, они очень схожи. И танцы, и пластика, и кукла, и пантомима. То есть, когда ты изучаешь актерское мастерство и все эти виды движения, то тело движется примерно одинаково. Ты действуешь по одним и тем же правилам, поэтому как раз цель спектакля найти схожесть в танцах и управление куклами. Они действительно похожи. Хосе Антонио Пухадес и Джульетта Гаскон постоянно на сцене. За время спектакля они ни разу не уходили в кулисы. На вопрос, совершают ли они ошибки в отрепетированном действии и присутствуют ли во время выступления импровизация, оба смеются. Мы делаем множество ошибок во время выступления, но мастерство и профессионализм заключаются в том, чтобы их не увидел зритель. Мы не делаем ошибки, мы ищем новые решения, но, конечно же, мы их совершаем. Я был как в сказке, я просто потрясен пластикой, просто вообще возможностями. Как они из простых вещей выстраивают целую историю. И как они показывают совершенно разные виды кукольного представления. И персональное, и с маленькой куклой, и световой театр, самый театр теней. Больше ожидали отчейки, ну, как бы классика, все здесь пришли. Ну, поскольку всегда иностранцы нам интересны, но мы пришли, ну, думали, ну, спектакль, в принципе, о нем ничего не было известно, не говорили, а они нас просто потрясли. Хочется, чтобы у ребят был успех, чтобы они продолжали. Труппы театра Рататева Артс много путешествуют. Помощник режиссера Римон Дуфилиппа следит за светом и звуком. Он признается, что в нашем городе нашел даже больше возможностей для реализации своих задумок, чем имеет на родной сцене. Для финала постановки доработал освещение прямо в Рязани. Этот бонусный трек – это часть уже следующего спектакля. Он получил название «Последний танец Риджит». В этом спектакле актеры будут работать с зеркалом, и все, что создавалось, что вы увидели на сцене, это как раз моя идея. Ремиксы, музыкальные, мигание света – это все работает на идею. Единственное представление в нашем городе артисты дали в рамках фестиваля «Рязанские смотрины». Но увидят ли зрители продолжение спектакля – узнаем в следующем году. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok